Я занимаюсь шоу уже давно. Мы вместе с дочерью ставим очень многие проекты, в том числе и городские. Поэтому те ребята, которые захотят поступать ко мне, должны понимать, что то, что мы будем делать, это сегодняшняя режиссура, сегодняшнего дня. Многим покажется, что это нереально. Нереально у вас, где вы работаете, где это. Я вам могу сказать, мы тоже начинали с того, что нереально. У нас было ничего нереального. Вы сейчас идете по этому помещению, все, что вы видите на первом этаже, на втором этаже, а скоро это будет во многих это самое, это реально стало после того, когда мы это придумали. А потом пошел этап реализации. И вот то, что вы видите, это называется музей сказок. И вот это все здание будет превращено в музей сказок. Вот мы хотим этого сделать, и оно у нас есть. Теперь перейдем к теме. То, что я рассказываю студентам, и иногда мы с ними проходим вот такие вот элементы. Это сегодняшняя режиссура постановки очень больших массовых праздников и массовых зрелищ. Как они сформируются, как они создаются, и что такое 3D-визуализация, и зачем она вообще нужна. 3D-визуализация, это я говорю, когда у вас много всего. У вас есть проектор, у вас есть актеры, у вас есть декорации, у вас есть лазер, или у вас есть еще что-нибудь технические оснащения, разные подъемные механизмы, кинетика, или еще что-нибудь такое. И как это привести все в совокупность очень быстро, не используя человеческий фактор, имеется в виду не выпускать коллективы кучу на сцену. Для этого существует 3D-визуализация. Ну давайте посмотрим вначале быстро ролик, короткий сам. Нет, это 3D-другой, Настя, 3D-визуализация лайт. Ну пока Настя находит, мы в начале, в самом начале мы работаем с небольшой группой людей, и это в основном художники и ребята, которые занимаются 3D-созданием нашего оформления. То бишь они работают или в 3D-макс, или в лайт-коверс. Вот наши друзья, которые киевляне, нет, это тоже не этот, лайт-коверс там называется, которые с Киева приехали, ну, наверное, нет, но в любом случае я тогда расскажу на этом. Хорошо, Настя. Они прислали ролик нам, который мы, к сожалению, не смогли увидеть, но в любом случае я расскажу. Создается 3D-модель. 3D-модель сценического пространства, который вы... 3D-модель того пространства, если вы на площади или на каком-то участке показываете свое действо, создается 3D-сцены, создается 3D всех декораций, которые вы делаете, и после этого, все это мы насыщаем, как мы говорим, изображением. Изображением чего? Ваших декораций, ваш художник-постановщик, который с вами работает, а он никуда не уходит, он с нами вместе. И человек, который работает на компьютере, который создает вот эти вот 3D-формы. Ну вот на примере, давай на примере сказки пойдем, мы сейчас покажу вам. Это один из последних проектов, который мы делали. Вот создается декорация. Это просто рисунок, который мы видим, вот хочется такой вот задник, например, да? И по нашему запуску мы сделали 2 королевства. Одно королевство такое зимнее, второе королевство такое более сказочно-загадочное. И это проект, который называется Малефисента. Ну, если кто-то в курсе, что это такое, что это за сказка, то, наверное, будете понимать. Зимнее королевство и королевство это. Следующий. Чуть-чуть быстрее. И центральное королевство, которое нам показалось, что оно должно быть обязательно, это королевство, в котором будут происходить все основные центральные действия. И вот два таких вот рыцаря, которые будут их охранять. Это все еще просто рисунок. Пошли дальше. Эскиз. Мы приезжаем во дворец спорта, а это место, где мы реализуем этот проект. И начинаем разметку. Вот именно с этим мальчиком, который сидит за компьютером. Мы получаем схему этого зала. И начинаем просто разметку. Следующий. Мы наше оформление. Вы же видите. Мы поставили сцену. Нарисовали ее в 3D. Мы поставили наши задники. Поставили наших рыцарей. И все такое. И теперь в этой же программе мы делаем масштаб. В каком масштабе оно должно быть. Мы получаем конкретный рисунок. Что это должно быть? Задник здесь 3 метра на 5 метров. Эти рыцари должны быть 2 метра на этом. Мы визуально это видим. Мы никого не приглашаем. У нас никого нет. У нас есть 2 человека. Художник, постановщик. И мы с ним работаем. Просто с компьютером. Больше ни с чем. Следующий. Мы с разных ракурсов начинаем ставить человечков. И смотреть, как мне удобно их разместить. Мы вешаем вверху. Вы видите зеленые шарики. Это кинетика. Это подвижные элементы, которые опускаются, поднимаются. И рисуют разные рисунки. Мы создаем их, которые в центре мы ставим фонтан. Который мы придумали для того, чтобы у нас это все работало. И после этого мы развешиваем все световые приборы, которые только у нас есть. В этой программе Land Covers есть одна такая особенность. В ней заложена в самой уже программе. А это киевские разработчики. Это наша Украина. И они работают на многие страны мира. У них уже заложены все световые приборы, которые выпускаются официально. Ну так, сертифицированные, будем так говорить. От ClayPack'и до даже заводского китайского производства, которые Hello и разные другие. Которые мы можем использовать. Мы их развешиваем в том последовательности, которое нам надо. Развешиваем и смотрим. После этого мы их включаем прямо в этой же программе. Мы никого еще не используем. Мы ничего не вешаем. Мы включаем его и смотрим, как это будет смотреться. Используя вот этих человечков. Это как актеры, которые выходят на сцену. Или я их расставлю 50 человек, или 100 человек. Это у меня будут хореографы, которые будут танцевать. И я выбираю те световые эффекты, которые мне нужно. В третьей версии. Дальше, пожалуйста. Вот как оно теперь реализуется. Все декорация разбивается на квадраты. Метр на метр. И художникам, вот этим вот декораторам, реализаторам, которые будут создавать полностью эту же форму. Она вся объемная. Часть этой декорации вы увидите на втором этаже. Она стоит под стеной. Правда, она в уменьшенном виде. Все, что там вы видите, оно было на 2 метра выше. И это все стояло во дворце спорта. Вот эта вот стена, которую вы видите, она должна быть там, остаться на втором этаже. Ну а теперь, вот все это в совокупности. Потом в результате вырастает. Показываю уже видео, потому что люди уже устали меня слушать. Это сам монтаж. Видите, вот просто засняли это фото, монтаж того, чтобы это было. А там следующий файл видео. Можно? Ага. Вот результат. Это мы со светооператором сидим уже в реальне. Уже это реальные декорации. Реально мы смотрим это. И уже после того, когда мы создали свет, мы его проверяем. Сидим в зале и проверяем световые эффекты, как они будут смотреться и как это все будет читаться у нас на сцене. Как вы видите, ни одного актера на сцене нет. Вообще никого нет. Мы работаем втроем. Нам нет людей для того, чтобы реализовывать этот проект. Много. Не надо. Все световые приборы работают на нашу задачу. Мы смотрим. А вот это уже с людьми. С людьми. И мы это уже на контрольных репетициях проверяем и смотрим, как это будет происходить у нас в реале на людей. Как будет отражаться свет на костюмах и на декорациях, которые у нас там будут происходить. Единственное, что мы использовали, это мы засыпали пол в конфетти для того, чтобы серый пол самого Дворца Спорта не отражал свет, который нам нужно, а нам нужно было отражение. Мы поэтому засыпали его в конфетти, в белом конфетти, в обычном конфетти, который дешевый вариант позволил нам создать вот такое вот действие. То есть, спасибо, Настя. Давай, мы короче, потому что люди тоже устали уже. Создавая 3D визуализацию, мы убираем у себя проблему с тем, что нам нужно очень много людей, очень много сил, потраченных на это. Мы создаем все. Это не обязательно касается больших площадей. Это может касаться вот этой вот цены. У нас тоже есть проект на эту сцену. И все световые приборы, которые здесь заложены, они тоже есть в проекте. И я, когда делаю декорации или придумываю какие-то спектакли, у меня есть и свой макет этой сцены. Он у меня в кабинете, те, кто у меня был, они видели этот макет сцены. То есть, я играюсь, балуюсь, как хочу, любыми способами. Это не такое вот, как мы говорим, сильно дорогое удовольствие, но это удовольствие, которое вам пригодится в дальнейшем в работе. Потому что дальше технологический процесс идет, и мы должны с ним вместе идти. Вот этому я обучаю своих студентов. Теперь, что касается еще видеомаппинга, я стараюсь очень быстро. Видеомаппинг это очень интересная вещь, очень зрелищная вещь. И владеть видеомаппингом это интересное искусство. Видеомаппинг пошел от того, когда мы начали проекторами показывать сценическое оформление на сцене. Ну вот, например, мы создаем, например, сказку, да, и в один момент покажи нам какой-нибудь маппинг это. Ну вот, например, это у нас сказка 3D великам. Вот такое вот болото. У нас это плюс вы добавляете декорацию. На декорации вы тоже можете делать маппинг. И эта декорация может у вас быть живой. Все это делается сейчас у нас, вы видите светодиодные экраны, но это у нас есть и на проекторе. У нас стоит проектор, который делает то же самое. То же самое проекцию это. Вот у нас, когда начинается сказка, у нас впереди занавес, у нас проектор светит, показывает декорации, поднимается и у нас как бы эффект 3D, она расширяется туда и становится это. И то, что мы говорим сегодня, когда мы видим звезд, которые выходят в платье, в большом платье, и мы проекции светим на платье, вдруг платье меняет свою окраску или по платью текут, например, там, например, кровавые такие ручьи, да, это все видеомаппинг, он делается и делается он не очень сложно. Это тот процесс, который реально может позволить себе. Есть проектор и есть определенные маски, которые уменьшают изображение до тех форм, которые это. Можно проектор разделить на 3 участка, на 4, на 5. Все зависит от вашего проектора, как он позволяет по мощности показывать эти участки. У нас есть проекторы, которые мы начинали здесь с проекторов просто 4,5. Вот они у нас висят даже сбоку, если вы увидите, мы еще ими пользуемся. Поэтому здесь просто зависит от того, ваше помещение и мощность этого проектора. То же самое видеомаппинг, как на зданиях. Мы это делали и неоднократно. Один из видеомаппин, ты можешь показать нам что-нибудь, Настя? Вот вы сейчас увидите видеомаппинг, который мы предложили, который у нас должен был быть, но в связи с карантином мы его не сделали. Но разрабатывали его технологические ребята, наши компаньоны. Дали нам придавичий цвет. Вот вы видите здание, оно пока в контуре этот самый, идут и на видеомаппинге происходит. Мы видим рисунки, которые идут на этом здании. Это здание сейчас начнет оживать, начнет создавать какое-то ощущение. Для людей, которые находятся на расстоянии, а видеомаппинг нужно смотреть минимум на расстоянии 30-40 метров, а у них ощущение такого, впечатление погружения 100% в ту действительность. Видеомаппинг это единственная штука, которая на расстоянии, чем дальше, тем лучше. Тем больше ты присутствуешь в этом самом действии, которое происходит на здании. И видеомаппинг на здании сейчас делают везде. Где только вот происходят большие шоу, это и Дубай, это и вот это вот наши знаменитые... Ну не буду показывать вам Дубай, потому что он действительно это самое такое... Это уже близко, это разработчики наши, поэтому они старались сделать это более такого плана. И он немножечко такой вот футуристическое это видео, и как по моему разумению, оно немножечко вот сегодня такое вот интересное. Но опять же, структура здания. Все зависит от структуры здания. Видеомаппинг ведет зависимость от структуры здания. А ты можешь чуть-чуть быстрее там, то есть как-то долго там раскручиваешь это немножечко. Чуть-чуть вперед. Вот, пожалуйста. Вот показана форма здания, и на форме здания вы видите этот эффект. А если этот эффект приближенный, и вы находитесь, и это здание громадное, то вы получаете вот в таком вот элементарном фокусе это реально. Я вам еще раз говорю, что сегодня нет пределов. Нет пределов нашей от видеомаппинг на зданиях. То, что мы говорим голограмма, и то, что популярная очень сейчас используется голограмма, это видеомаппинг, например, на фонтане, видеомаппинг на пленке. И вы действительно, получается, что вы ничего не видите, а перед вами тут и гетели, да, это самое, всплывают, и все такое. То есть это есть, очень много используется и в арт-проектах, и в торговых центрах, и это действительно реальность, та, которая существует. Этому мы, в принципе, обучаем. Обучаем с нашими коллегами, которые с нами работают постоянно, и хоть немного этих фирм, которые работают по созданию вот видеомаппинга, по созданию 3D визуализации, но они есть, и с ними работать интересно. Вы, если один раз только столкнуетесь с этой работой, вы дальше уже не сможете работать по-другому. Но это такое мое мнение, потому что время движется вперед. И если нам кажется, что это фантастика, то для меня вот эта вот фантастика была, может быть, ну, лет 10 назад. Пока первый раз не попробовал. Вы попробуете один раз, все, и вы поймете, что вам захочется дальше идти двигаться. И это не дело в финансах еще, в таких больших затратах, которые могут быть. Вот проекция на это здание была достаточно проектором 12 тысяч люмьен. 12. 12 тысяч люмьен, это три моих вот таких вот проектора, которые соединенные вместе, они могут показать эту проекцию на здание. Понимаете, да? Ну, вот такого вот фанта. Ну, я, давайте я уже, в принципе, закончу, потому что мне не очень хотелось бы, чтобы я вас утомлял, но если ваши студенты или ваши ребята захотят действительно окунуться в этот мир, окунуться в мир из же стуры, потому что я стараюсь быть, как говорится, на волне. Вот, и считаю, что мне еще очень мало лет для того, чтобы стареть и уйти куда-то на пенсию. Поэтому я стараюсь сегодня искать все новое, то, что происходит. И это все новое, естественно, отдаю своим студентам. Спасибо большое, извините, что я вас задержал. Спасибо.